Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев и сегодня, помимо призывов подписываться на канал «Спасибо, Ева» и на мой канал, я вам расскажу о новостях. О самых разных новостях. Но сначала спонсор, а спонсор сегодняшней программы это новейшая песня Сергея Лазарева, которую я вам прямо сейчас поставлю ВКонтакте. И в ответ тишина, потому что певец потребовал, чтобы все его песни были удалены из социальной сети ВКонтакте. Типа борьба с пиратством и прочее. Павел Дуров, конечно, удалил, изрядно при этом попиарившись, и теперь ВКонтакте не знает о существовании такого певца. Интересный прецедент, не знаю, посмотрим, будет ли у него развитие, поддержат ли такое войну с социальными сетями другие исполнители. Ну и пожелаю удачи с продажей песен в iTunes и Сергею... как его звали? Я в новостях обычно пытаюсь находить какие-то новые грани, то есть может быть что-то смешное, или наоборот, подтолкнуть вас к серьезным мыслям. Но со следующей новостью так не получится, потому что туда реально нечего добавить. Недавно в Магнитогорске, привет Магнитогорск, спасатели из мусоропровода вытаскивали девушку, которая туда залезла в поисках своей косметики. Да, девушки, я не понимаю, это типичная для вас ситуация? Вы выходите выбрасывать мусор и прихватываете с собой дорогую новую косметику. Девушка, когда поняла свою роковую ошибку, она бросилась спасать косметику, побежала вниз, внизу дверь заперта, но она не остановилась на этом. Она нашла на каком этаже есть в этой трубе мусоропроводной дырка, залезла туда, не удержала равновесия и свалилась. И уже в самой трубе, лежа на горе мусора, дожидалась приезда спасателей. При этом я думаю, что за то время, пока они ехали, жители верхних этажей тоже могли успеть подбрасывать какой-то мусор, так что ее и сверху придавило. Возможно, другую косметикой. Ну, наконец-то спасатели приехали. Они взломали нижнюю дверь, отварили мусоропровод и девушка вместе с водопадом из объедков, использованных презервативов, шприцов, перегоревших энергосберегающих ламп, которые недобросовестные граждане выбрасывают в мусорку, вместо того, чтобы пойти и сдать их в специальные пункты приема. Так вот, она свалилась со всем этим вместе в объятия мускулистого спасателя. Самое фиговое, что вместо того, чтобы отблагодарить своего героя помойным поцелуем, она спрыгнула обратно в свою родную гору мусора и продолжила искать косметику. Не успокоилась, пока не нашла. Я даже не знаю, какой вывод можно сделать из этой истории. Серьезно. Не прогуливайте школу. В России начались официальные продажи телефонов iPhone 5 и планшетов iPad mini. Прямо сейчас вы можете выйти на улицу и своими глазами убедиться в полном отсутствии очередей. А вот Apple нефиг откладывать старт продаж на несколько месяцев. Не кажется, что на людей, которые только сейчас будут покупать пятые айфоны, даже как-то будут косо посматривать. Флох. Не мог из Америки, что ли, заказать бам жара? К тому же шестой уже скоро выходит. 12 декабря в спортивном комплексе Олимпийский прошел концерт одной из крупнейших мировых звезд. В Россию со своим туром приехала Леди Гага. Алехандро, Бед Романса, Иуды, грандиознейшее шоу, которое я пропустил. Я думаю, это связано с тем, что я забыл купить билет. Со мной такое часто бывает. Но в этот раз в два раза обиднее, потому что внутри концерта Гаги было еще одно мини-шоу. То есть как бы шоу в шоу. Концертный инсепшн. Дело в том, что Гагу немного свистали. Гага пошла по дороге Мадонны. Ну то есть она, конечно, никогда с этой дороги не сходила, но среди прочего решила повтирать зрителям в Олимпийском о гомосексуализме. Ведь очевидно, что люди платят несколько тысяч рублей за билет, чтобы послушать точку зрения артиста о проблемах геев. Не то чтобы кто-то, не знаю, песни должен петь со сцены. С другой стороны, можно понять артистов, и им ведь хочется донести мысли до своих слушателей. Раньше для этого использовали тексты самих песен, но какую мысль можно донести с помощью песни, если она звучит как «Алехандра», «Алехандра», «Али», «Алехандра». Вот и приходится разделять, собственно, часть концерта с песнями, часть концерта про геев. Но Гага как-то перестарала в своей любви к однополым отношениям, и она не то чтобы к толерантности уже призывала. Но реально, какой смысл призывать к толерантности людей, которые уже пришли на концерт Гаги? Нет, в словах певицы была скорее любимая Виталием Милоновым пропаганда гомосексуализма. «Эй, гайс, летс немного поэкспериментировать». И так несколько раз за вечер. Она даже какую-то мелкую девочку вытащила на сцену, чтобы та переводила на русский язык ее гей-призывы. Внезапно людям в зале не очень понравилась такая пропаганда сексуальной ориентации. Там ведь и детей много было. И люди начали выражать свое недовольство. Наверное, Гага очень удивилась. Странно, она же ехала в такую толерантную страну, Россию. Даже Тимоти ее осудил. Он покинул концерт, но, правда, площадка для выражения своего недовольства почему-то выбрал Инстаграм. Немного странный выбор. Мог тогда и подсказку в Форсквере оставить. Но неважно. Главное, лайков много собрал. Но хочется отметить один положительный момент, несмотря на спорность всей ситуации. То есть лично я считаю, что и Гага, и Мадонна просто эксплуатируют эту тему, чтобы как-то поддерживать свою популярность. И это достаточно низко. То есть, ну, что дальше будет? Они начнут записывать летсплеи. Радует профессионализм певицы. Она смогла справиться с не самым теплым приемом ее слов. То есть, неважно, какие-то были слова, это были ее слова. И в такой сложной ситуации она смогла сохранить свое лицо. Покерное лицо.